Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела рассказать вам о посадке лилий. Эта культура получила заслуженную популярность среди цветоводов, поскольку она позволяет насладиться шикарным цветением, разнообразием окрасок. Кроме того, получить красивую срезку с минимальными трудозатратами. Оптимальным временем для посадки лилий является осень. Конец лета, осень. Но чаще всего в продажу эти растения, их луковица поступает именно весной. В этот момент наибольший выбор сортов представлен на рынке, и мы можем выбрать самый крупный посадочный материал. Как правило, осенью мы пересаживаем лилии, которые приобрели либо на местном рынке, либо делим свою собственную коллекцию. Когда мы достаем луковичку из пакета, мы прежде всего осматриваем ее на предмет видимых повреждений. Например, у этой луковицы мы видим следы грибного заболевания. Видите, вот эта зеленая плесень. На самом деле это, конечно, не очень хороший признак. Но поскольку здесь имеется два ростка, то мы можем смело поделить такую луковицу на две части. С тем, чтобы сохранить, если вдруг что-то у нас пойдет не так. Кроме того, вот такие заболевшие чешуи, на которых мы видим следы грибов, мы непременно удаляем перед посадкой. Стараемся удалить также поврежденные, засохшие корни. Оставляем только сочные, толстенькие корешки, которые в дальнейшем будут расти. А вот те, которые подгнили, усохли, такие корни, к сожалению, они нам при посадке пользы не принесут. Они только могут привести инфекцию. Ну, конечно, в идеале такую луковицу обработать фунгицидом перед посадкой. Фунгициды для обработки луковиц лилии применяют те, которые защищают от фузырозного увядания, а также от ботритиса. Это две основных болезни лилии, которые наиболее сильно вредят этим растениям. Смотрите список, разрешенных к применению препаратов. И внимательно изучайте инструкцию по применению. И обрабатывайте свои клубни луковицы перед посадкой, если вы видите следы заболевания. Кроме того, рекомендуется обработать луковицы лилии перед посадкой в том случае, если на вашем участке не очень благоприятная фитопатогенная обстановка. То есть, если у вас имеются уже высаженные лилии, и вы часто на них наблюдаете такие признаки, как увядание листьев, пожелтение листьев до начала цветения, нераскрывание бутонов, либо ваши цветки повреждаются мокрыми такими водянистыми пятнами. Это признак заболевания ботритисом. Если вы часто видите, что у вас росток весной появился, а потом вдруг внезапно увял, это чаще всего признаки действия именно грибов. В таком случае перед посадкой обрабатывайте обязательно свои лилии. Ну и кроме того, обязательно соблюдайте севоборот. У лилий и тюльпанов общее заболевание. То есть, не сажайте эти растения один после другого, либо рядом. Как производится посадка лилии? Оптимальной почвой для выращивания большинства групп лилии являются легкие супещаные почвы с нейтральной реакцией. Однако, восточные гибриды предпочитают слабокислые и даже кислые почвы, в то время как трубчатые гибриды предпочитают почвы, которые даже слабо щелочные. То есть, следует учитывать группу лилий при подготовке почвы к посадке. Участок хорошо перекапывается, удаляются все многолетние сорняки, их корневища, поскольку, как правило, на участке лилии растут не меньше 3-4 лет до следующей пересадки. В случае с мартагонами это может быть даже и большее время, это может проходить до 5-6 лет. До того момента, пока они у вас не разрастутся, достаточно, чтобы их можно было разделить. Если ваша почва тяжелая, глинистая, то при посадке особо капризных групп, таких как трубчатые, восточные гибриды, следует сделать дренаж. Дренаж делается на глубине ниже корня обитаемого слоя. У лилии это, как правило, глубина 15-20 см. Мы копаем на штык лопаты, и на дно нашей посадочной ямы засыпается гравий, керамзит, строительный крупнозернистый песок. Причем он засыпается не только в месте посадки, но делается отводящая канавка. Мы готовим грядку, снимаем плодородный грунт, засыпаем дренирующим материалом и делаем отводящую канавку в сторону, куда у нас происходит естественный уклон, для того, чтобы обезопасить свои растения на случай заливных дождей. После того, как мы насыпали на дно посадочной ямы дренаж, слоем не менее 5 см, в среднем 5-7 см насыпается дренажа, сверху сыплется слой почвы порядка 3-4 см плодородный и высаживаются лилии. Старайтесь расправлять корни. При весенней посадке не страшно, если ваши луковицы пришли с большими ростками, поскольку чаще всего мы сажаем их уже после завершения заморозков, после того, как закончились похолодания, и длинную часть, которая превышает глубину стандартной посадки луковицы лилии, мы оставляем просто на поверхности почвы. Если же наша лилия пришла в таком состоянии при осенней посадке, то придется росток удалить. Вообще любая луковица сажается, как правило, есть правило трех луковиц, то есть глубина посадки должна быть не меньше, чем 3 луковички. Вот мы отмеряем вот нашу луковицу, да, раз, два, три. И вот эту часть нам придется удалить. Поскольку она будет находиться выше поверхности почвы, укрытие, как правило, ничего не сделает, но имеющиеся под землей вот эти части, они позволят проснуться дочерним почкам в самой луковице, и весною наша луковица будет расти, как ни в чем не бывало. Не стоит пытаться сохранить слишком длинный росток, поскольку он начнет в зимнее время гнить, и ничего хорошего на самом деле при этом не будет. Как правило, расстояние при посадке лилии, если вы сажаете не на длительное время, а на 3-4 года, как стандартно выращиваются лилии, составляет между рядами 30-40 см, в ряду 20 см. При таком расстоянии большинство лилий из различных групп, кроме мартагонов, к концу 3-4 года выращивания образуют гнездо луковиц, то есть, как правило, уже из каждой луковицы цветет несколько цветоносов, 2-3 цветоноса, и эти лилии можно рассаживать и эффективно размножать. Надеюсь, мои советы будут вам полезны, и вы сможете вырастить лилии своей мечты на своем участке. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова